На двух из трех проездов к стадиону Самара-Арена укладывается асфальт. Двухслойное покрытие, под которым песок и щебень. Также построены ливневки, вода из которых будет уходить в локальные очистные сооружения. В Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как строят новую дорогу. Есть некоторые сложности, связанные с проектированием. И сейчас исполнителям работ зачастую приходится согласовывать изменения буквально с колес, что называется. Для этого в оперативном режиме работает штаб. Для этого в оперативном режиме решаются вопросы с инженерными компаниями, с теплоэнергетическими компаниями, с энергоресурсопоставщиками. Для того, чтобы если есть какие-то отклонения от проекта, вопрос решался немедленно. День и ночь здесь работает 80 единиц техники, около 100 человек. Ведь день Икс приближается. 1 декабря подрядчики должны сдать объект. Самая большая проблема – это погода. Потому что мы сначала работаем по земляному полотну. Мы выводим в отметку землю, строительство ливневой канализации. И даже там часовой дождь на 3-4 дня останавливает всю работу. Потому что мы не можем заехать элементарной техникой. Для автомобилистов дорогу откроют только после организации схемы дорожного движения и когда установят освещение. По плану это произойдет не раньше весны будущего года. Сегодня вся территория возле стадиона, как и сам стадион, это одна огромная строительная площадка. Но день дорожника этим рабочим отмечать некогда. Трудится в круглосуточном режиме. Совсем скоро здесь будет уложен новый асфальт. После чего будет установлено ограждение и уложен газон. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Продолжение следует...